Рязань, приветствую участников! Владимир, Нижний Тагил, Кострома, Ступино, Воркута и Сызрань. Телемост между 63 городами трудовой доблести объединил школьников со всех уголков страны. Рязань получила это почетное звание лишь в прошлом году. Всего на звание город трудовой доблести было отправлено 28 заявок. Десять из них его получили, включая наш город. Я являюсь городом жителем города Рязани. Для меня это очень важно, что наш город получил такое гордое звание. Я считаю, что это было сделано заслуженно, так как наш город в период Великой Отечественной войны снабжал боеприпасами и всякими продовольствиями. И даже каждый сотрудник завода, предприятия, которым этим занимались, был готов взять оружие в руки и отдать свою последнюю кровь ради защиты нашей Родины. Во времена Великой Отечественной войны Рязанская область переориентировала предприятия легкой пищевой и лесной промышленности и стала производить военную продукцию, боеприпасы, запчасти для самолетов, а также сукно для шинели, маскировочные костюмы, сети, солдатские сапоги. Нынешний Телемост призван объединить школьников из городов трудовой доблести и дать четкое понимание того, насколько важно присвоение этого звания. Сегодня ученики нашей школы принимают участие в очень интересном и масштабном проекте, который был организован Ступинским историко-крывическим музеем совместно с движением первых «Город трудовой доблести – город моей гордости». Итогом этого Телемоста станет посткроссинг, то есть подписание открыток и отправка их в другие города трудовой доблести. В итоге мы в течение нескольких месяцев будем получать открытки из разных уголков России с добрыми пожеланиями школьников разных городов. На открытках наиболее узнаваемые места каждого населенного пункта. Они будут отправлены по почте. Когда коллекцию соберут полностью, ее представят на уроках о важном или в школьных музеях. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город», 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 «Город».